День Абая День Абая День Абая 62% жителей Балгаша уже получили прививки против COVID-19. Это больше 26 тысяч привитых человек. Из них около 21 тысячи приняли оба компонента. Напомним, что до 10 августа каждый житель старше 18 лет и не имеющий противопоказаний должен пройти первый этап вакцинации. А до 1 сентября зеленый статус должен появиться у привитого населения города. День Абая Анафилактический шок, тяжелые реакции были аллергические, судороги являются. Острые заболевания инфекционного характера являются противопоказанием, в том числе и COVID. Растудные заболевания. Временный медотвод оформляется людям, которые состоят на диспансерном учете и в состоянии декомпенсации. Отметим, что в нашем городе эпидемиологическая ситуация не улучшается. Только за минувшие сутки у 22 балхашцев выявлена инфекция. Один человек скончался. У 20 больных были признаки заболевания. А у двух людей результат ПЦР-теста оказался положительным. Мошенники требуют внести предоплату или просят номера банковской карты, незаконно получая личные данные и денежные средства. В связи с этим специалисты местного отдела полиции настоятельно рекомендуют балхашцам соблюдать несколько следующих правил, чтобы не попасться тем, кто скрывается в электронном пространстве. Одной из распространенных схем мошенников являются СМС-сообщения. Якобы пишутся служба безопасности банка. Далее они просят сообщить личные данные, а также данные кредитной карты или предлагают набрать определенную комбинацию. Еще одна схема – это инвестиция, так сказать, раскрутка денег. Например, люди отдают 40 тысяч тенге в надежде, что через 2-3 дня сумма умножится. Но вместо этого остаются совсем без денег. Настоятельно просим граждан быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию. Новое сооружение появилось в Центральном парке. Деревянную арку из веток смастерили ребята из отряда «Жасл-Ель». На конструкцию 2 метра высотой и в 4,5 метра в длину ушло 2 дня. Своим подарком отряд «Зелёных» еще раз хотел напомнить горожанам о бережном отношении к природе края. Материал для арки мы взяли непосредственно в Центральном парке. В ход шли все сухие ветки, которые мы собирали. Думаю, что данная конструкция еще раз заставит задуматься наших горожан, как легко превратить Балхаш в пустыню. 10 августа в Казахстане отмечает День Абая. Эту дату в прошлом году утвердил глава государства. Сегодня исполняется 176 лет со дня рождения главного казахского писателя и философа Абая Хунабаева. Журналисты телеканала обратились к представителям местной власти с вопросом, каким творчеством Абая они знакомы. Представляем опрос вашему вниманию. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок